В проблемном доме мы уже не в первый раз. На протяжении нескольких лет потолки здесь трескались, а теперь и вовсе начали обрушаться. Случилось это уже в нескольких квартирах. Два года назад потолки в одной из квартир выглядели вот так. В дождливую погоду с них лилась вода. Местами осыпалась штукатурка. Сейчас аналогичная картина практически за каждой дверью. В некоторых помещениях есть и обрушения помасштабнее. Диван стоял. Не это. Она меня возбудила. Я только успел встать, и попадался кусок. Кусок обвалился приличный. Площадь едва ли не в половину потолка. Могло все упасть и на детскую кровать. Она стояла в другой части комнаты. Хруст-хруст, как брекнуло, и все. Пугался? Я на своей кровати был. Теперь семья из трех человек ютится в небольшом участке комнаты. На вторую половину, над которой обрушился потолок, не заходят. Боятся, что прогнившие балки чердачного перекрытия не выдержат. Здание, кстати, признали аварийным еще в 2013 году. Однако ни в управляющей компании, ни в администрации района жителям ничего конкретного пока не пообещали. Мы связались с районной администрацией. Там пояснили, что на днях состоялось заседание КЧС. Специалисты приняли решение провести ряд срочных ремонтных работ. Там действительно у нас будет восстановление кирпичной кладки. Это в районе 16-й квартиры на наружном участке. Потом покрытие крыши и обрешетки. Там по 11 квартирам будем менять. И лестничными площадками тоже по 6 подъездам. Но это не капитальный ремонт, это неотложное противоречное мероприятие. Намерены отремонтировать перекрытие во всех пострадавших от обрушений квартирах. Подрядчики приступят к работам только после того, как будут готовы проекты ремонта здания. Случится это не раньше 18 ноября. Екатерина Леонова, Степан Пепеляев, Телевизионная служба новостей. Продолжение следует...